По итогам основного и утешительного табло в финальную восьмерку отобрались три представительницы Татарстана, две участницы из Беркартостана и по одной из Санкт-Петербурга, Курска и Московской областей. В очной встрече двух татарстанских раперисток Ильины Гафурзяновой и Лилии Имадиновой со счетом 15-4 победила Имадинова. Остальные поединки получились более напряженными. Другая татарстанская раперистка Лианна Хакимулина была сильнее Екатерины Гуклиной из Башкортостана 15-14. Дарья Колокова из Курской области уступила петербурженке Анастасии Меняевой 15-12, а Анна Удовиченко из Московской области лишила медали еще одну спортсменку из Башкортостана Адалину Бекбулатову 15-12. В первом полуфинале вновь встретились две татарстанские раперистки. Бой закончился во втором периоде второй подряд крупной победой Лилии Имадиновой 15-6. Во втором полуфинале соперницам также понадобилось два периода, чтобы выявить победителя. В итоге Анастасия Меняева была сильнее Анны Удовиченко 15-12. Финальный поединок получился одним из самых долгих на турнире. Лилия Имадинова, проиграв в первом периоде 3-4, во втором нанесла Анастасии Меняевой на два укола больше и, несмотря на четыре штрафа, довела бой до победы со счетом 15-13. Я чувствую внутреннее спокойствие, радость, счастье, которое распирает меня. И что-то вроде того, много-много таких эмоций, которые просто, не знаю, переполняют меня. Ну, каждый бой по-своему сложен, но каких-то сложных боев я особо не заметила, особо не было. В финальном поводе, ну, конечно, последний бой, где мне дали шесть штрафных, удалось себе знать, но я все-таки как-то смогла в итоге. Ну, это больше связано было с моей рукой левой, которой я снимала уколы. Ну, это было на подсознательном уровне, я особо не замечала этого. В конце я уже старалась его поднимать. Также у меня были основные организационные моменты, очень хорошо все было сделано. Также жеребьевка, все отлично, мне понравилось. Ближайшие планы – Франция, Кабриз. Вот. Тренер Лилии Елена Александровна Прохорова осталась очень довольна выступлением своей ученицы. Знаете, у меня удовлетворение за хорошую проделанную работу. Это, наверное, для тренера то, что когда ученик делает то, что ты ему даешь задание, то, что он вот как обычный учитель, ученик, если он делает, если у него получается, учитель – это самое главное. Вот такие эмоции, удовлетворение, какое-то вот такое, знаете, вот что-то ты сделал хорошее просто-напросто. Так вот честно, аккуратно, все вот такие хорошенькие такие внутри эмоции. Работать всегда есть над чем. Это, знаете, ну, невозможно быть удовлетворенным. Это ненормально для тренера и для ученика, если нормальный, конечно, ученик. Поэтому я так считаю, что еще куча работы, куча. Какие планы бывают у тренера? Вот кадетские соревнования. Значит, это у нас, это, значит, как бы одно из соревнований, которое определяет сборная команда России. И наша задача вот как раз в этом году – попадание в сборную России по кадетам. Вот, пожалуйста, планы. Участие на первенстве Европы и мира. Всегда важно. Всегда важно. Вы знаете, никогда нет таких проходных соревнований, потому что, тем более, что они очковые все, они идут в зачет. И проходных у нас не бывает никогда. Да. Вот. Поэтому я хочу сказать, что оно важное. Ну, бывает и важнее, но все равно одно из этапов, конечно, хорошо. В общем, то, что мы сделали, выиграли. Впереди у нас последний вид оружия. Завтра смотрите соревнования на шпагах среди девушек. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...